Шаббат закончился. Досвятится имя Божье. Господь показывает, что шаббат это очень важно. Евреям 4 глава. Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой, мне казалось, кто из вас опоздавший. И девятое. Посему для народа Божия еще остается субботство. Мне не понравилось слово субботство. Еще я открываю перевод. И слово еще в греческом тексте отсутствует. То есть получается, что добавили. Субботство очень важно. Это наша вечность. И вечность на земле. Я проповедую. Сегодня Бог мне открывает поговорить о Херувимах. Это какие интересные, загадочные сущности. Давайте поанализируем, где они впервые встречаются. Херувим встречается в 3 главе Бытия. И изгнал Адама и поставил на востоке усадок Эдемского Херувимов и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь в дереве жизни. Дальше. И если говорить о дереве жизни, то в Откровении, в 2 главе, у нас есть обращение к Ангелу Ефесской Церкви. И Ангелу Ефесской Церкви напишет. Так говорит держащий семь звезд. Десницы свои, ходящие посреди семи золотых светильников. Знаю дела твои, и труд твои, и терпение твои, и то, что ты не можешь сносить разраду. И испытал тех, которые называют себя апостолами, и они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил и имеешь терпение. И для имени моего трудился и не изнемогал. Но имея против тебя то, что ты оставил, первое любовь свою и твою. И так вспомни, откуда ты не спал, и покайся. И твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места ему, если не покаешься. Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела Николаитов, которые я ненавижу. Имеющий ухо дослышит, что дух говорит церквам. Побеждающему дам вкушать от древа жизни, которые посреди рая Божьего. То есть тот, кто побеждает, тот может договориться с Херувимом, у которого меч вращающийся огненный. А огненный меч это Слово Божие. То есть мы можем прийти к древу жизни через Слово Божие. А теперь, если читать, кто такие Херувими, то это отнюдь не сущности, которые имеют материальный характер. То есть нет материального там ничего, потому что их описание настолько, как говорится, бессмысленное. И было в 30-й год, 4-й месяц, 5-й день месяца, когда я находился среди переселенцев при реке Хаваи, отверзли с небеса, и я видел видение Божье. 5-й день месяца, это был 5-й год от пленения царя Якима. Было слово Господнике Языкеве, сыну Узия, священнику в земле Халдейской при реке Хаваи. И была на нем там рука Господня. Я видел, и вот бурный ветер шел от севера, великое облако и клубящийся огонь, и сияние вокруг него. А из среды его как бы свет пламени из средины огня. И из средины его видно было подобие четырех животных. И таков был вид их, облик их был, как у человека. И у каждого четыре лица. И у каждого из них четыре крыла. А ноги их, ноги прямые. И ступни ноги их, как ступни ног у тельца. И сверкали, как блестящая мень. И руки человеческие были под крыльями их на четырех сторонах их. И лица у них, и крылья у них у всех четырех крылья. И соприкасаясь одно к другому во время шествия своего, они не оборачивались, а шли каждый по направлению лица своего. Вот вопрос. В сути получается какое-то создание, которое двигается, у которого четыре лица, и двигается каждый, не оборачиваясь в направлении лица своего. То есть это нереально. В физическом мире это нереально. Лица, движение, в каждом своем направлении, они должны разойтись. То есть идет речь о каких-то абсолютно духовных вещах. Подобие лица человека и лица льва с правой стороны у всех их четырех, а с левой стороны лица тельца у всех четырех и лица орла у всех четырех. И лица их и крылья их сверху были разделены, но у каждого два крыла соприкасались одно к другому. Два покрывали тела их. Вот. Четырех животных. И шли они каждый в ту сторону, которая перед лицем его, куда дух хотел идти. Туда и шли во время шествия своего не оборачиваясь. Вид этих животных был как вид горящих углей, как вид лампад. Огонь ходил между животными. Сияние от огня и молния исходило из огня. И животные быстро двигались туда и сюда, как сверкает молния. И смотрели на животных вот на земле подле этих животных по одному колесу. Перед четырьмя лицами их. Вид колес и устроение их как вид топаза. И подобие у всех четырех одно. И по виду их и по устроению их казалось, будто колесо находилось в колесе. Когда они шли, шли на четыре свои стороны. Во время шествия не оборачивались. А буди их высоки и страшны были они. А буди их у всех четырех вокруг полны были глаз. И когда шли животные, шли и колеса подле них. И когда животные поднимались от земли, тогда поднимались и колеса. Куда дух хотел идти, туда шли они. Куда бы не пошел дух, и колеса поднимались наравне с ними. Ибо дух животных был в колесах. Когда шли те, шли и они. И когда стояли, стояли и они. И когда те поднимались от земли, тогда наравне с ними поднимались и колеса. Ибо дух животных был в колесах. Над головами животных было подобие свода, как бы вид изумительного кристалла, простертого сверху над головами. А под сводом простирались крылья их прямо одно к другому. И у каждого были два крыла, которые покрывали их. И у каждого два крыла покрывали тела их. И когда они шли, я слышал шум крыльев их. И как бы шум ввод многих. Как бы глаз всемогущего. Сильный шум. Как бы шум в воинском стане. А когда они останавливались, опускали крылья свои. И голос был со свода, который над головами. И когда они останавливались, тогда опускали крылья свои. И над сводом, который над головами, их было подобие престола, по виду как бы из камня Сафира. И над подобием престола было как бы подобие человека вверху на нем. И видела я как бы пылающий металл. Как бы вид огня внутри него вокруг. От вида чресла его и выше, от вида чресла его и ниже, я видела как бы некий огонь и сияние было вокруг него. В каком виде бывает рамека на облаке во время дождя. Такой вид имел сияние круга. Херувимы описаны в десятой главе языки. И видела я и вот на своде, который над головами Херувимов, как бы камень Сафира. Как бы нечто похожее на престол. Видимо, было над ним. И говорил он человеку, одетым в леную одежду. И сказал. Войди между колесами под Херувимов и возьми полные пригоршни горящих уголев между Херувимов. И брось на город. И он вошел в моих глазах. Херувимы же стояли по правой стороне дома. Когда вошел тот человек, и облако наполняло внутренний двор. И поднялась слава Господне с Херувима к порогу дома. И дом наполнился облаком. И двор наполнился сиянием славы Господа. И шум от крыльев Херувимов слышен был даже на внешнем дворе. Как бы глаз Бога Всемогущего, когда он говорит. И когда он дал повеление человеку, одетому в леную одежду, сказал. Возьми огня между колесами, между Херувимами. И когда он вошел и встал у колеса. Тогда из среды Херувимов один Херувим простер руку своих огню, который между Херувимами и взял, и дал пригоршней одетому в леную одежду. Он взял и вышел. И видно было у Херувима подобно рук человеческих под крыльями. И видя я вот четыре колеса подле Херувима, по одному колесу, подле каждого Херувима. И колесо по виду как бы из камня топаза. И по виду все четыре сходные как бы колесо находилось в колесе. Когда шли они, то шли на четыре свои стороны. Во время шествия своего не оборачивались. Но к тому месту, куда обращена была голова, и они туда шли. Во время шествия своего не оборачивались. И все тело их, и спина их, и руки их, и крылья их, и колеса вокруг были полны очей. Как четыре колеса. И колесам, и всем, как я слышал, сказано было. Гал-гал. Колесо. Гал-гал. Это переводится еще. Колесо, и круг, и вихрь. И у каждого из животных четыре лица. Первое лицо, лицо Херувима. Второе лицо, лицо человеческое. Третье лицо львиное. Четвертое лицо Орлины. Херувимы поднялись. Это были те же животные, которые видел в реке Орлина. Ну что это те же животные? Животные все-таки те же животные. То есть получается, это даже не просто духовная сущность. Это образ чего? Давайте поищем. Господь, когда дал Моисею задание создать Скини, он попросил сделать изображение Херувима. Изображение Херувима. И на Ковчеге Завета тоже были сделаны из золота Херувима. Вот. Но они, конечно, были в образе ангелов. Они не были такими, как описано у Зекеля. Вот. Маймонит сказал очень хорошо по поводу Херувима. Почему Бог дал задание создать Херувиму? Потому что, получается, он вообще этой заповеди, он дает задание не создавать изображение, да. Но Маймонит сказал так, еврейский философ, как толмунист. Я уже не говорила, врач и систематизатор еврейского закона. Ковчег Завета служил зримым напоминанием о Завете между Всевышним и сынами Израиля. И о присутствии Всевышнего среди еврейского народа. Ковчег Завета вызывал у народа благоговение, веру и надежду. В особенности в те времена, когда им угрожала война. Бог сообщил Моисею, что над Ковчегом, между двумя Херувимами, он должен открываться ему и через него давать заповеди народу Израиля. Отсюда второе название реликвии Ковчег Откровений. Там не буду открываться тебе и говорить с тобой над крышкой посреди двух Херувимов, которые над Ковчегом Откровений о всем, что не будет заповедовать через тебя сынам Израиля. Внутри Ковчега находилась исключенная скрижа Завета. Первые разбитые, вторые целы. Считается также, что в Ковчеге хранились и непроизносимое имя Бога с другими его эпитетами. Рядом с Ковчегом хранилась и святок Торы, написанная самим Моисеем. Также святые и святые хранились и сосуд с Манны, рассветший Жазу Аруном и Лея Помазаний, а впоследствии также и золотые дары Филистимлян. Два Херувима соответствуют двум качествам Бога и двум его именам. Качеству милосердия и качеству справедливости. Маймонит полагает, что Херувимы были помещены в святилище храма, чтобы внушить народу веру в ангелов. Их было два для того, чтобы народ не считал их изображением самого Бога. Вот такое интересное откровение. Ну, я не претендую на полную истину, но, Бог, не застающий вопрос. Надо вести хлебоправление, знаменование той информации, что всё-таки, если, получается, если Маймонита была такой открыта, то я считаю, что он тоже, он знал ислам тоже, насколько я понимаю, его тоже почитает ислам, насколько я помню, то, если он говорит о двух именах яхва, тетраграмматон, это яхва, милосердие и справедливости, милосердие это тоже в Коране есть. Ну, я думаю, что всё-таки Бог на последние века говорит о двух откровениях и Библии и Коран. Я думаю, что это этот символ именно над Ковчегом Завета, который сейчас утерян. Я не знаю, я не просила у Бога откровения, где он этот Ковчег. Я почему-то увидела, что его кто-то топором уничтожает. Такое мне было видение. По этому поводу, не претендую на полную листью, но сегодня, именно уже вчера, я увидела, что Ковчег Завета был уничтожен. Вот. Ну, дело в том, что, понимаете, я уже говорила, что святость убивают. Это символ, конечно, откровение, Библия, Слава Божия. Но я думаю, что Херувимы это не просто Слава Божия. Это ещё и тот Духовный мир, те какие-то взаимосвязи, которые мы не видим и не понимаем, как они действуют, через которые совершаются Слава Божия. То есть, вот это вот увиденное, что какое-то существо имеет четыре лица. И каждый идет в свою сторону. И лица эти и человеческое, и Херувима. То есть, обыкновенное человеческое действие. И действие ангела. Действие животного, агрессивного льва и птицы парящих, которые, орел, который собирается над трупами. Там, где труп, там, соберутся орлы. То есть, получается, которые клюют, умеют клевать. Есть такой характер. То есть, тут совершаются суды Божьи. И много очей и на теле, и на колесах. И то, что уголья, а это откровение обогненного Евангелия. И ещё есть Серафимы, кроме Херувимов. И какое служение Серафимы? Очень четко написано в Исаии. В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесённом. И края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли Серафимы. У каждого из них по шести крыл. Двумя закрывали лица своё, двумя закрывали ноги своё. И двумя летал. И взывали они друг о другу и говорили свят. Свят! Свят! Господь Саваок! Вся земля полна славы Его. И поколебал весь верхний врат от гласа восклицающих. И дом наполнился курением. И сказал я, горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами. Я живу среди народа также с нечистыми устами. И глаза мои видели царя Господа Саваоку. Тогда прилетел ко мне один Серафимов. И в руке у него горящий умы, который он взял крещами жертвенника. И коснулся уст моих. И сказал, вот это коснулось уст твоих. И беззаконие твоё удалено от тебя. И грех твой очищен. И услышала я голос Господа говорящего, кого мне послать? И кто пойдет для нас? И я сказал, вот я. Пошли меня. И сказал он, пойди и скажи этому народу, слухом услышите, а не уразумеете. И очами смотреть будете, и не увидите. Ибо огрубилось сердце народа всего, и ушами с трудом слышать, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не слышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. И сказал я, надолго ли Господи? Он сказал, да коли не опустеет города, и останутся без жителей, и домой без людей, и да коли земля это совсем не опустеет. И удалит Господь людей, и великое запустение будет на этой земле, если еще останется десятая часть на ней, и возвращаться, и она опять будет разорена. Но так как, как от теревинфа и как от дуба, когда они срублены, остается корень, и так святое семя будет корнем нее. Мне поверено проповедовать Слово Божие. Я благовествую, чтобы люди спасались. Я говорю, что нельзя никого судить в том смысле, что кто-то виноват в ваших проблемах. Нужно признавать свои ошибки. Нужно осуждать грех. Нужно быть человеком. В том смысле, чтобы видеть не только свой нос, а видеть глазами Бога. Видеть, как дальше нужно развивать жизнь на земле. Почему мы страдаем? Потому что огрубило сердце наше. Огрубило сердце человеческое. И глазами не видит, и ушами не слышит Божьего Слово. И проповедь Евангелия звучит в том смысле, что завтра умрем, и вы где-то там окажетесь. Но это неправда. Нет того неба, о котором нам говорят. И жизнь в физическом теле Бог дает. Иисус умирал и воскрес в теле. Поэтому я благовествую информацию о судах Божьих. Покайтесь. Побуйтесь Бога. Откажитесь от беззаконий. Сядьте и подумайте, как жить дальше, чтобы жить благочестиво. Будьте благословенными все, кто любит Господа. Спасибо.